узор из вогнутых столбиков для вязания этого узора необходимо набрать цепочку из воздушных петель кратных 10 также можно вязать из цепочки кратные 5 далее провязываем одну воздушную петлю для подъема и в третью петлю воздушной цепочки вяжем столбик с одним накидом провязываем еще три столбика с одним накидом 1 2 3 далее узор будет повторяться провязываем 5 столбиков 1 2 3 4 5 и затем 5 столбиков с одним накидом 1 1 2 3 4 5 5 и так будем чередовать до конца ряда далее вяжем 5 столбиков без накида затем 5 столбиков с одним накидом и вот я довязала до конца теперь переворачиваем вязание и будем вязать в другую сторону теперь провязываем одну воздушную петлю и в следующую петлю основания вяжем обыкновенный столбик без накида далее провязываем 4 вогнутых столбика без накида делается это так с изнаночной стороны вводим крючок в ту же самую петлю затем с лицевой стороны на изнаночную вводим его следующую петлю и вяжем столбик без накида и точно так же провязываем еще три столбика без накида у нас получится вогнутые столбики без накида далее будем вязать 5 вогнутых столбиков с одним накидом делается это следующим образом делаем накид на крючок затем вводим крючок с изнаночной стороны на лицевую и в следующую петлю с лицевой стороны на изнаночную и далее провязываем столбик с одним накидом точно так же провязываем еще четыре вогнутых столбика с одним накидом ну Продолжение следует... И далее узор будет повторяться. Будем вязать 5 вогнутых столбиков без накида и затем 5 вогнутых столбиков с одним накидом. Так повторяем до конца ряда. В конце ряда провязываем 4 вогнутых столбика с одним накидом и 1 обычный столбик с одним накидом в самую последнюю петлю. Далее переворачиваемся и будем вязать в обратную сторону. В следующем ряду, там где у нас находятся вогнутые столбики без накида, провязываем вогнутые столбики с одним накидом. А там где находятся вогнутые столбики с одним накидом, провязываем вогнутые столбики без накида. Далее вяжем одну воздушную петлю для подъема, далее провязываем в первую петлю столбик без накида и затем 4 вогнутых столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее узор повторяется, вяжем 5 вогнутых столбиков с одним накидом, делаем накид и провязываем 5 вогнутых столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. В следующие столбики провязываем 5 вогнутых столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. И так чередуем до конца ряда. 5 вогнутых столбиков с одним накидом и 5 вогнутых столбиков без накида. Вот ряд довязан до конца, переворачиваемся и вяжем следующий ряд аналогичным образом. Провязываем 2 воздушные петли для подъема. Затем провязываем вогнутый столбик с одним накидом и повторяем так еще 4 раза. 5 вогнутых столбиков без накида. 5 вогнутых столбиков без накида. 1, 2, 3. 3, 4, 5. И далее чередуем 5 вогнутых столбиков с одним накидом и 5 вогнутых столбиков без накида. И вот я связала 4 ряда. Далее повторяем первый, второй, третий и четвертый ряд сначала. И если я переверну работу, то узор будет виден с изнаночной стороны. Примерно так будет выглядеть схема раппорта этого узора. И вот образец готов. Этот узор является односторонним. С другой стороны он выглядит совсем по-другому. Пожалуйста, нажмите на лайк, чтобы мы знали, что работали не напрасно. И подписывайтесь на новости, чтобы не пропустить самое интересное. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.